Дорогие друзья, я искренне сожалею, если сказанное о войне мною задело чьи-то чувства. Вчера я встречался с депутатами Верховного Совета, и мы обсуждали, как лучше подготовиться и встретить День Победы, 75-ю годовщину советского народа в Великой Отечественной войне. Мы обсуждали вопрос, какие встречи провести, какие провести выставки, другие мероприятия. И, естественно, я никого не уполномачивал в искаженном виде транслировать в средствах массовой информации мои высказывания, взятые из контекста, сделанные во время беседы с депутатами. Тем более делать выводы, которые мне чужды, которые могут хоть как-то оскорбить другие братские мне народы. Нет и не было никакого оправдания депортации калмыцкого народа. Это трагедия. Война – это самая страшная беда, которая выпала на долю всего человечества, и особенно советских людей. Война стала настоящей трагедией для многих народов. И я знаю, это не с чьих-то слов, а потому что являюсь лично тому свидетелем. После войны я рос и воспитывался в детдоме, в большой многонациональной семье с представителями самых разных народов. И с тех пор они все мне стали навек братьями. И немцы, и литовцы, и калмыки, русские, и много кто еще. Неважно, все братья. Нас учили лучшие профессора, которые в Сибири оказались ссыльными из Калмыкии. И это была еще одна горькая сторона той страшной войны. К сожалению, было ведь разное, в результате чего страдали целые народы, для которых это стало еще одной огромной бедой. И в этом заключается трагизм. И от этого еще выше великий подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, в Великой Победе. Потому что, несмотря на выпавшие его испытания, война всех нас сплотила, и наш многонациональный народ все вместе боролись с врагом, а после победы поднимали страну из руин. Важно об этом помнить всегда и передать эту память последующим поколениям. Именно об этом считал важным сказать своим коллегам-депутатам. И хотелось бы пожелать братскому калмыцкому народу процветания, успехов в науке, в образовании, в экономике. И я знаю, у меня много, очень много замечательных знакомых, друзей в Калмыкии. Я всех помню, с кем жил в детдоме. Володя Бембеев, Эрднеу Лемжиев и многие другие, которые разделяли со мной тягость этой сибирской трудной жизни. Я бы хотел сегодня еще раз передать самый низкий поклон Кирсану Лемжинову, с которым мы ходили в 1993 году в Москве, чтобы остановить братоубийственную войну в трагические октябрьские дни 1993 года в Москве. И я сегодня, и вся моя семья благодарна, что калмыцкие офицеры спасли нас от расправы в те трудные времена. Это мы тоже помним и знаем. И поэтому я бы еще раз хотел пожелать искренне всяческих успехов братскому калмыцкому народу. И дай Бог, чтобы у нас не было повторения каких-либо подобных трагедий, которые мы все испытали.